Инспекция началась с осмотра социальных объектов в поселке Гарь-Покровское. Бывший военный городок сейчас находится в процессе передачи на баланс Чистовского поселения. За два года в поселке появились сразу две новые зоны отдыха с площадкой для воркаута, футбольной коробкой, скейт-парком и детским игровым городком. На детской площадке Андрея Иванова окружили местные жители, каждый со своей проблемой. Люди жалуются на перебои с подачей горячей воды и тепла, вырубку леса, управляющую компанию. Здесь такое же качественное благоустройство, как и в Никольском поселении, потому что тот же подрядчик, тот же применяется подход к проектированию этих пространств, парковки и большие спортивные площадки, и воркауты, и скейт-парки. Местный ФАП соответствует всем современным требованиям и стандартам. Здесь выполнен качественный ремонт, закуплено дорогостоящее оборудование. К фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено свыше полутора тысяч жителей, но помещение в буквальном смысле простаивает. Виной тому – нехватка кадров. Здесь-то вот заходи и работай. За жилье, мало того, здесь есть и холодильник, кстати, современный, именно для хранения вакцин, для хранения медикаментов, препаратов, для обеспечения картотеки. Проблемы нехватки специалистов планируется также решить и в амбулатории деревни Татарки. Глава района осмотрел и строительство новой пешеходной зоны в центре поселка Чесцы. Она будет проходить от Можайского шоссе до администрации сельского поселения. Также до конца октября здесь возведут светодинамический фонтан. До 31 октября все работы тоже будут закончены. Создаются такие зоны активности и протяжения для населения, чтобы была возможность проводить свое свободное время здесь, не выезжая за территорию поселка или за территорию поселения. Во время общения с жителями в местном Доме культуры Андрей Иванов и глава Чесцовского поселения Петр Новиков ответили на большое количество вопросов. Один из самых актуальных – нехватка школ. Еще один важный вопрос касался ликвидации полигона твердых бытовых отходов в Чесцах. Глава района сообщил, что полигон будет закрыт к 1 января, а на его ликвидацию уйдет 2-3 года. Много вопросов поступило и от жителей военных городков, которых в поселении три. Люди спрашивали о состоянии жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог и социальных объектов. Андрей Иванов пояснил, что муниципалитет не может вкладывать бюджетные средства в модернизацию имущества городков, пока они находятся на балансе Минобороны. Проблемы типичные для военных городков и связаны в основном с непереданным имуществом, которым мы не можем эффективно управлять. Как только это произойдет, тогда уже ответственность будет на нас, и главы поселения, и непосредственно управляющие компании, которые работают на территории, будут этим заниматься, отвечать перед нами, перед жителями. Глава района пообещал, что ни один вопрос, прозвучавший на встрече, не останется незамеченным. Каждый будет взят под его личный контроль. Милый Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.